Здравствуйте, уважаемые друзья! Здравствуйте, уважаемые зрители! Христос Воскресе! В эфире программа у книжной полки. Я ее ведущий Андрей Печерин. В мае 2014 года исполнилось 1400 лет трагическим событием взятия персами Иерусалима в 614 году, сопровождавшегося массовыми убийствами и пленением византийского христианского населения Иерусалима. Очевидцем происшедших событий был преподобный Антиох, монах, составитель книги «Всеоблемлющее собрание», «Пандекты» — богодухновенных святых писаний. Для многих православных христиан имя этого святого отца знакомо благодаря молитвам, одна из которых входит в вечернее молитвенное правило, а другая повторяется при чтении каждого из часов на Великом Повечере. И сегодня мы предлагаем вашему вниманию публикацию перевода, известного в древности произведения монашеской письменности, «Пандекты» преподобного Антиоха-монаха. Книга вышла в свет в издательстве «Сибирская благозвонница» и заняла свое место на нашей книжной полке. Как отмечает автор предисловия Павел Кириллович Доброцветов, сведения о самом авторе сохранилось совсем немного. Известно, что преподобный Антиох был монахом, а некоторые его называют даже игуменом Великой Лавры Святого Саввы в Палестине в первой половине VII века. Родился он в селении Медосага, которое находилось в 20 километрах от Анкиры в Галатии, Малоязии. Антиох принял постриг в Атталийском монастыре в Анкире, затем перешел в Лавру преподобного Саввы Освященного близ Иерусалима, где и подвязался до своей кончины. В то время Византия переживала один из самых драматичных периодов своей истории – войну с Персией – 602-628 годы. В начале этой войны персы оккупировали Восток империи, Палестину, Сирию, Малую Азию, Египет и даже осадили Константинополь. В Палестину персы вторглись в конце 613-го – начале 614-го года. Им активно помогали внутренние враги византийцев – иудеи, жившие на территории Византии. Местные же арабские племена, до сих пор связанные с византийской властью договоренностями, почувствовав ее ослабление и наступивший хаос, стали нападать на жителей этой богатой византийской провинции. Начались грабежи. Арабы грабили и монастыри, в том числе захватили и Великую Лавру преподобного Саввы, куда мародеры ворвались за неделю до падения Иерусалима. Иноков, не пожелавших покинуть обитель, их было 44, мучили в течение многих дней, пытаясь выведать, где спрятаны сокровища монастырские, после чего убили всех до единого. Об этих трагических событиях рассказывает в послании преподобного Антиоха Кевстафию, игумену Атталийского монастыря в Анкире, земляку преподобного Антиоха. В конце апреля, в мае 614 года, началась трехнедельная осада Иерусалима, закончившаяся падением города. Из предисловия данного произведения видно, что братья игумена Евстафия, после захвата персами окрестностей Анкиры в Малой Азии около 619 года, спасаясь бегством, покинула монастырь и вынужденно скиталась по разным местам. Книги из монастырской библиотеки, по всей видимости, были утрачены. И потому преподобный Антиох составляет сборник выдержек из Писания и Отцов, который мог бы стать источником духовного утешения для странствующих братьев и утоления, голода, слышания Слова Божия. Последующие события жизни Антиоха-монаха неизвестны, но греческая церковь чтит его память в лике преподобных 24 декабря перед Рождеством Христовым по новому стилю. В русской же церкви нет отдельного дня празднования его памяти, и память этого святого совершается в соборе преподобных отцов, в подвиге просиявших, в субботу сырную перед Великим Постом. В предисловии доброцветов объясняет непонятное слово «пандекты», которое звучит в названии творений преподобного Антиоха. Его можно перевести буквально как «вмещающее в себя все», «всеобъемлющий словарь» или «энциклопедия». Следовательно, это произведение представляет собой сборник цитат из творений святых отцов и церковных писателей и претендует на широкий охват тем популярного характера. Упоминание же о богодухновенных и святых писаниях свидетельствует прежде всего о библейской составляющей данного сочинения, хотя автор привлекает и святоотеческие источники. С этой точки зрения «пандекты» Антиоха можно охарактеризовать как своего рода обширную энциклопедию нравственно-аскетического учения, базирующуюся на священном писании и отцах церкви. Потому как он с помощью многочисленных цитат вкратце изложил всю премудрость, заключенную в священном писании и трудах святых отцов церкви, которую он постиг через собственный духовный опыт. Как отмечает Доброцветов, труд преподобного Антиоха был предназначен для монахов. Он состоит по преимуществу в изложении нравственных заповедей, направленных на борьбу с грехом и практику добродетелей. Преподобный Антиох стремился, чтобы его трактат стал своего рода кодексом монашеской жизни. Впрочем, в силу популярного характера пандекты выходят за рамки своего основного назначения. Они могут принести духовную пользу всякому христианину. Сочинение включает в себя 130 слов или глав, посвященных различным темам и в основном касающимся нравственно-аскетической проблематики, а именно приобретения добродетелей и борьбы со страстями. Есть также и непосредственно аскетические главы о борьбе с помыслами, о молитве и другие, имеющие сугубо монашеское содержание. После слов о вере, которая служит фундаментом всего христианского нравственного учения и о надежде, преподобный Антиох говорит о различных пороках и противоположных им добродетелях. С 86 слова и далее автор касается в монашеском преломлении таких тем, как труд, бедность, гостеприимство, безмолвие, псалмопение, молитва и других. Последние слова посвящены страху Божию, любви Божией и Царству Небесному. Видно, что Антиох продолжает аскетическое предание Палестины в современном ему поколении, придавая ему в то же время более богословскую окраску, хотя и простую. Богословские рассуждения содержатся в слове о вере, где кратко раскрывается православное учение Святой Троицы, и в заключительном, 130-м слове о Царстве Небесном, где излагается христология на основе Ороса Халкидонского собора 451 года. Есть в пандектах и полемическая заостренность, которая проявляется, когда речь идет о борьбе с эритиками и иудеями. В том же 130-м слове преподобный Антиох приводит перечень ересей более чем 70 наименований и эритиков 18 имен, с тем, чтобы напомнить игумену Евстафию о необходимой бдительности в странствиях при возможных встречах с иноверцами. Выражение антииудейской полемики служит повествованием в слове 84-м о снах, о монахе, принявшем иудаизм из-за дьявольского внушения во сне и жалким образом завершившем свою жизнь. Заканчиваются пандекты так называемым исповеданием, своего рода молитвенным излиянием автора пред Богом, напоминающим плач в ветхозаветных пророках, в особенности Иеремии, о разорении Иерусалима и пленении народа Божия халдеями, вавилонинами, только на сей раз новыми халдеями, персами. Здесь преподобный Антиох молится о прекращении гнева Божьего на народ верных православных христиан и о перемене гнева на милость. Всеобъемлющее собрание богодохновенных святых писаний — это известное святоотеческо-нравственно-аскетическое произведение, которое было очень популярно в Средние века и потому сохранилось не только на греческом, но и на славянском языках. Основанное на цитатах из Библии, произведения отцов церкви и церковных писателей, это сочинение заключает в себе ценный сплав монашеского духовного опыта. А потому оно интересно не только как памятник древнехристианской церковной письменности, но и актуально как источник духовного познания для взыскующих его современных православных читателей. Уважаемые друзья, на этом наша передача подошла к концу. О новинках православной литературы спрашивайте в церковных книжных лавках. Христос воскресе!